МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выдавали всемирный бойкот московского парада за большую победу. А Москву на праздники посетят делегации со всего мира. Правда, не все лидеры смогут попасть на парад победы из-за занятости. Ежедневно совали нос в дела Украины. Символом 9 мая на Украине станет бандеровский флаг. И с эффектом асфальтоукладочного катка занимались подмены истории. Полное оправдание нацизма. Верховная Рада признала деятельность боевиков повстанческой армии ООН по борьбой за независимость Украины. С таким подходом и размахом старание кремлевской агитмашины просто не могло закончиться пшиком. Подготовка праздничных мероприятий вышла на финишную прямую. И 9 мая 2015 года можно смело назвать не только годовщиной капитуляции фашистской Германии во Второй мировой. 9 мая Киев решил ввести новую традицию. Но и днем окончательной победы российской пропаганды над умами своих зрителей. Для новой Украины Великая Отечественная – это война 2014-го в Донбассе. Теперь здесь не стесняются менять итоги Нюрнбергского трибунала. Признавшего украинских националистов преступниками, участвовали в этнических чистках. Ставить медицинские диагнозы. Порошенко обстреливает весь мир из орудий шизофреничной пропаганды. И даже в праздник переиначивает на свой лад слова ветеранов. Очень часто чувствуем плохое к себе отношение. Но мы на это уже просто не обращаем внимания. День победы глазами российских каналов. Прямо сейчас в «Антизомби». Низкий поклон нашим ветеранам за то, что 70 лет назад выстояли и подарили мир будущим поколениям. Еще утром, когда по Красной площади шли колонны техники... Наверное, со времен Советского Союза на Красной площади не было таких масштабных парадов. Организаторы уверяют, что этот парад самый грандиозный в истории. Было понятно. Просто праздновать и радоваться своему в современной России разучились. Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Хрестоматийные срочки. Но именно на Украине праздник победы в этом году стал не праздником единения, а скорее водоразделом. Жеткие комментарии... Украинцам только и остается, что либо плевать ядом от ненависти и бессилия, либо просто завидовать. И недвусмысленные намеки просто разрывали эфир. В почете черно-красные маки. Хорошо хоть не укроп. Вот и на родину мать венок надели. А по градусу ненависти было понятно. Российские каналы весь год старались не зря. Про ленту сказали, что лучше снять во избежание каких-то конфликтов. Ленточку, честно говоря, поднял с земли. Ее кто-то уже кому-то сорвал. И уже на следующий день краник сжал, чье открылся снова. И угадайте с одного раза, какой стране было посвящено более третий эфирного времени в итоговых выпусках новостей. Уже второй год здесь нет парадов. В заветные 10 часов 9 мая вместо строевого шага и военной техники по всей улице при помощи белых коробок выложили даты начала и окончания войны. Безусловно, главной проблемой праздничных выпусков новостей в огромной стране стала попытка примирения в Украине ветеранов Красной Армии и воинов УПА. Вот как можно чествовать тех, на чьи груди медали за взятие Берлина и обороны Киева одновременно с теми, кто был на другой стороне этой войны. Социальные ролики из Украины буквально взорвали российские новости. И подобно легендарному рисованному ватнику с криками «Вы все в Риоти!» корреспонденты федеральных каналов ринулись в бой. Слава Украине или героям слава в ответ на «Днем Победы» – это как синопсис новой украинской идеологии. Эксперты предпочитают называть ее сознательной амнезией. Очень быстро оказалось – истинные патриоты могут жить только в России. Чтобы у молодежи не было никаких сомнений насчет военной кампании, уже появилась социальная реклама, где вместе ветераны той легендарной войны и их внуки – герои бойни на Юго-Востоке. А любить свою землю и чтить ее историю украинцы, по мнению российской пропаганды, могут только за деньги. С праздником тебя, дедушка! Ты как там, готовишься? Спасибо, внук. А что ж там помочь? Вот и звезда киноленты «В бой идут одни старики» Владимир Талашко чуть ли не от Обамы гонорар получал. Слава Украине! Но больше других ожидаемо досталось Ивану Залужному – старику с целой россыпью медалей на груди, внука которого убили российские оккупанты. Кто тебе еще? Донецк нужно? Луганск нужно? Вся Украина нужна? Мало? Вы кровь обрываете. Я хотел бы, чтобы ветераны России слышали и обратились к Путину. Глядя на героя Красной Армии рядом с ветераном УПА, репортер «Россия-1» сделал вывод. Наверное, на всю Украину Иван Залужный такой один. Пример, похоже, единственный. Фронтовики и их дети настроены решительно. И, видимо, в доказательство своих слов тут же вклеил комментарий не ветерана. Принять то, что сейчас говорится, я, конечно, не могу, потому что для меня это что-то невообразимое. Но еще дальше зашли корреспонденты Первого канала. А это не киношный ветеран войны, и внука у него больше нет. В трогательном сюжете об Иване Залужном было все. Кроме того, кто же конкретно убил его любимого внука? Взрослого проводил на службу в Нацгвардию. Потом Ваня погиб в Донбассе. А ближе к финалу репортер неожиданно заявила, Залужного чуть ли не заставили сниматься в социальных роликах. Он ни разу говорит, я готов отдать жизнь за свободу своей Украине. И только дома, на диване, вздыхая и рассматривая фотографии любимого Вани, бывший морской пехотинец, скажет другие слова. После таких слов по всем законам логики должно быть признание. Но вот что сказал ветеран в сюжете Первого канала. Не можем подумать, что жизнь так оборвется. Не мог подумать, что жизнь так оборвется. Поставив привычный комментарий старика о внуке. Не можем подумать, что жизнь так оборвется. Все самые важные слова журналистка Первого канала говорит за него. С легкой руки специально приглашенных на телевидение радиоэкспертов на одну чашу весов ставятся две разные войны. Насколько духовно и православно ради очередных циничных манипуляций додумывать за ветеранов автор этого сюжета может подумать в компании корреспондентов Пятого канала Петербурга. Масштабную кампанию по фактической легализации украинского нацизма киевские пиарщики начали еще задолго до Дня Победы. Здесь рассказывают о тяжелой жизни во Львове ветерана-красноармейца Семена Гиренко. На День Победы, как всегда, ветеран начистил свой парадный китель. Пошел туда, где раньше проходили праздничные демонстрации. А для нововведения киевской власти подбирают медицинские термины. Семен Андреевич, ветеран-львовянин, воевавший в Красной Армии, к такой шизофрении относится с терпением. Украинский язык в оригинале не слышно совсем. Очень часто чувствуем плохое к себе отношение. Но мы на это уже просто не обращаем внимания. Но из начитки журналистов контекст однозначный. К такой шизофрении относятся с терпением. Отыскать ветерана, которому так тяжело живется в Новой Украине, оказалось несложно. Даже с учетом двух ошибок в семи буквах, которые допустили российские журналисты в титре с его фамилией. Семен Гиренко вполне ожидаемо оказался полной противоположностью образу, нарисованному российской пропагандой. Если ты россиянин, если ты украинец, если ты удмурт, кто б ты не был, все плакали. Вот эта дружба, вот это было. Ветеран-красноармеец ко дню победы даже снялся в социальном ролике вместе с бойцами АТО. И по мере сил старается передать боевой опыт молодому поколению. Ура! 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 Нюрнбергского канала не оказалось вот этих фотографий ветерана. Но искать логику в сюжетах российской пропаганды уже давно не стоит. В России лучше Нюрнбергского трибунала знают, кто и за кого воевал. Националистическое движение, сколотившее в 43-м собственную армию, по оценкам историков убило около миллиона человек, преимущественно мирных, едва ли не пятая часть всех жертв этнические поляки. А чтобы зритель не сомневался, в ход идут западные эксперты. Он нервно играет с жилваками, пока слушает вопрос об украинских националистах. Чтобы уколоть ненавистных бандеровцев, российский корреспондент ко дню победы не стесняется встречаться с одним из лидеров польского народного движения. Мы не можем дружить со страной, где к убийцам относятся как героям. Я сделаю все, чтобы в Польше этот факт не смогли замолчать. Партию, которую в самой мягкой трактовке можно назвать ультраправой. А некоторые эксперты открыто называют их неонацистами. Но чего не сделаешь ради нужной пропагандистской картинки. А крутить истории, как угодно в России давно привыкли. Если украинцы хотят от нас поддержки, пусть попрощаются с бандерой. Вот и параллельно с парадом победы на федеральных каналах прошел парад георгиевских ленточек. Сегодня проходят памятные мероприятия. В Киеве тем временем по-своему готовятся к торжествам. Георгиевскую ленту на пиджак я приколоть не могу. Это здесь действительно опасно. И хотя в Советском Союзе еще царский орден Святого Георгия был под запретом, а в годы Второй мировой с георгиевскими лентами на груди воевали разве что за немцев. Ведущие корреспонденты чуть ли не мамой клялись, чтоб 9 мая да без георгиевской ленты в эфире. Ну ладно бы еще гвардейская лента похожих расцветок, на которую и крепился орден славы и медаль за победу над Германией. Но на российских каналах четко дают понять, что за символ на груди у ведущих. Черно-оранжевые цвета георгиевской ленты стали в России символом военной доблести и славы. Мы посмотрели праздничные эфиры, начиная с 30-летия победы. Красная площадь, утро Дня Победы. И вот чудеса. Сегодня День Победы есть, а георгиевской ленточки нет. Добрый вечер, дорогие товарищи. Сегодня День Победы. А вот и Леонид Ильич с советскими генералами георгиевские ленточки, наверное, дома забыли. Не сложилось с власовской символикой у российских ведущих и в последующие лет это к 30. С праздником, дорогие победители. В эфире Красная Площадь. Сегодня вся наша страна отмечает День Победы в самой страшной и кровопролитной войне. Даже нестареющая Екатерина Андреева еще в 90-е как-то не злоупотребляла. Но что же случилось сейчас? В Киеве сегодня праздник со слезами обиды на глазах. Скандалы, оскорбления, разорванные флаги. Ну да, никакой пропаганды и подмены истории. Люди прикалывают их к одежде, привязывают на сумки и антенну машин. При всех генсеках и президентах России георгиевская лента, в отличие от гвардейской, особого трепета никогда не вызывала. И лишь с 2005 года вдруг стала символом победы. И прежде всего в этот день мы поздравляем и благодарим наших дорогих ветеранов. Глядя на все это, нет сомнений. Если завтра в Кремле решат заменить георгиевскую ленту, скажем, на царскую имперку, уже через пять лет эти же люди будут уверять, что насилие ее всегда. Субтитры сделал DimaTorzok